Неблизкая хватай, а к дальнему тянись. Не зря же существуют небеса, напутствовали древние. Попробуем дотянуться до небес. Это программа от первого лица. Мы в гостях у благочинного церкви Егорьевского округа Игумена Никодима. Отец Никодим, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что в день города 2016-го при храме святого Александра Невского вы открыли библиотеку. Что, ходят туда люди? Результат вас радует? И люди ходят, и результат радует. Когда мы открывали библиотеку, мы думали, что она будет такой, знаете, приходской библиотекой, в которой будут востребованы только книги святоотеческие, может быть, еще и богослужебные какие-то, жития святых, ну, что называется, книги для легкого чтения. Вот это небольшое время после того, как мы открыли библиотеку, показало, что библиотека способна на большее. Стали ходить студенты средних, высших учебных заведений, стали ходить школьники. Я так понимаю, что задают какие-то сочинения, писать рефераты, может быть. Стали интересоваться исторической литературой, стали интересоваться такой святоотеческой литературой, уже более глубокого содержания, о чем мы, собственно говоря, даже и не мечтали, и не подразумевали. Это все говорит о том, что у библиотеки есть будущее. А фонды пополняются? Люди несут туда книги? Вы знаете, и люди несут книги, причем с удовольствием, но и по разным причинам. Конечно, радует, когда человек хочет от души пожертвовать. Не радует то, что кто-то умирает в семье, остаются книги, и дети их не принимают. То есть, желая от них избавиться, они приносят библиотеку. Вот этот момент, конечно, очень огорчает. Отец Никодим, а библиотека при храме – это первый случай в истории нашего богачения? Нет, вы знаете, в истории это, конечно, далеко не первый случай. Я вот очень много читал про историю наших храмов, начиная, знаете, с какого-то там вообще с 18-го, с 19-го века. И что касается библиотек, это было неотъемлемой частью в наших монастырях и храмах вот в дореволюционное время. Вы знаете, что касается библиотеки Никола Радовецкого монастыря, то исторические факты очень меня поразили. Когда монастырь был закрыт, то в 30-х годах там располагались разные учреждения. Вот остались до сих пор исторические сведения, что после закрытия монастыря печи топили книгами 16-го века, рукописями Иоанна Грозного, а какие-то царские указы шли на растопку самоваров. То есть даже из этой краткой, вот знаете, может быть, она, конечно, негативная эта информация, но она полезна в том плане, что мы понимаем, какое это было достояние в нашем благочине, вообще в нашем районе. А еще у нас сохранился каталог книг миссионерской библиотеки при Успенском Белом соборе города Егорьевска. Каталог насчитывает около 500 экземпляров книг миссионерского направления содержания против сект, против расколов, о просвещении. И, знаете, эта вот тонкая брошюра для нас все-таки является каким-то связующим звездом с прошлым. Более полутора миллионов книг, стеллажи протяженностью 42 километра. Неудивительно, что апостольскую библиотеку Ватикана вы называете интереснейшим местом на планете. Вы там были или мечтаете побывать, отец Никодин? Я там и был, и мечтаю еще побывать. Вы знаете, за те короткие посещения, во время которых мне удалось там побывать, я видел очень немного. Только какую-то, знаете, может быть, тысячу, а то и миллионную часть того, что там есть. Наверное, мое такое короткое посещение, оно сравнимо с тем, что как рыбка из аквариума увидела океан. То есть я привык к каким-то маленьким помещениям, к таким вот ограниченным стеллажам. Там же все это гораздо больше. Конечно, мечталось побывать бы и в той части, которая, наверное, называется запрещенной к доступу литературой, то, что спрятано от людей. Вы знаете, нравится сама атмосфера этой библиотеки. Чувствуешь в ней какую-то таинственность, что ли. Все-таки я думаю, что в мире это, наверное, пожалуй, самая большая библиотека. Может быть, если даже и не по размеру, то уж по содержанию книг точно. Я думаю, что там собрано, наверное, все от самых древних времен до настоящего времени. И когда ты ощущаешь вот эту атмосферу, что ты здесь присутствуешь, это, конечно, дает большое вдохновение. Одной из наших программ мы посвятили жизни Михаила Бардыгина во Франции. Так сложилось, что и Бардыгин, и большинство его соотечественников, которые не приняли революцию, доживали свои дни в изгнании. Вы рассказывали, что вам довелось побывать в одном из так называемых старческих домов. Хочу спросить, на полках библиотечной комнаты все еще стояли книги, отец Никодим? Я хорошо помню этот старческий дом. Один, наверное, уже из последних, сохранившихся до наших дней. Это старческий дом святой великомученицы Анастасии в Ментоне на юге Франции. Вы знаете, там библиотека – это не то, что какое-то отдельно взятое помещение, а шкафы с книгами начинаются в холле, продолжаются по коридорам, заходят в комнаты. На полках этих шкафов до сих пор стоят книги наши, русские, дореволюционного издания. Красивые, в богатых переплетах с золотым тиснением. На этих шкафах, на полках сохранились портреты нашего русского императора Николая, императрицы Александры. Какая-то русская символика, флажки какие-то того царского времени. Сохранился портрет Иоанна Кронштадтского с его автографом, прижизненный портрет. Это, наверное, было последним, что люди с собой вывезли, и все это сохранилось до сих пор. Для людей, которые там проживают, это представляет очень большую ценность. Это никто не трогает, это никто не выбрасывает, от этого никто не спешит избавляться. И это никто до сих пор еще не продал. Это ведь тоже важно, что сохранился, наверное, дух того времени и часть нашей русской культуры. Отец Никодим, мы знаем, что в основе коллекции нашего музея частное собрание русской старины Михаила Бардыгина. Знаем также и то, что для музея Михаил Бардыгин мечтал построить специальное здание. Уникальный по тем временам проект был создан известным архитектором Алексеем Щусевым. Но все пошло прахом в 1917-м. Интересно, что первоначально частное собрание русской старины располагалось в фабричной библиотеке. Как раз в то время, наверное, книга издательства находилась на самом подъеме. Если брать конкретно про наш город, про Егорьевск, кроме богослужебных книг, вряд ли какие-то были. Но если были, то может быть в двух-трех домах. Если были, то может быть какого-то специального назначения. Как раз в времена Бардыгина книга издательства, оно входило не то, что в определенную моду, оно входило в определенную стадию. Это все начиналось. Вот в то время книги были на вес золото. Каждый купец при своей фабрике считал необходимым иметь библиотеку. Это считалось обязательным. Это, знаете, потом уже, что вот мы помним от своих, наверное, там бабушек, дедушек, что на заводах, на фабриках тоже ведь были какие-то уголки с книгами, там библиотеки. Но это была профессиональная литература и редко когда пользовалась каким-то спросом. Тогда библиотека при фабрике, это было нечто большее, это был какой-то уголок просвещения. И людей не принуждали туда ходить, а люди туда еще стремились попасть. И вы знаете, одно из правил, которое вот я помню, я вычитывал это в журнале, правила вхождения в библиотеку, перед этим вымыть руки, отряхнуть обувь. То есть вы понимаете, что войти в библиотеку надо быть, ну если не стерильным, то полностью готовым к этому. Книги-то не выдавались вот на руки, надо было приходить, читать. То есть я это все говорю к тому, что не зря история музея как раз начинается вот с этой библиотечной комнаты. То есть все началось-то с малого, просто с хранилища книг, которое уже потом со временем стало обрастать экспонатами, переросло вот в то, что мы сейчас имеем. Кстати сказать, музей Бардыгин определял как первый общеобразовательный, что тоже немаловажно. Тогда все было направлено на образование, все. Не только школа, не только учебные заведения. Каждая там фабрика, завод, какая-то больница, даже ветеринарная клиника, это было местом просвещения. Этого не хватало людям, это начинало развиваться, и к этому стремились. И люди считали, что если не получится у меня, то уж своих детей надо обязательно вырастить воспитанными, образованными. Отец Никодим, Вы рассказывали, что у Вашей бабушки было очень много книг. Были книги и в родительском доме. А с чего началась Ваша любовь к библиотекам? Вы знаете, любовь к книгам-то, конечно, с детства началась. Очень интересовали книги, вот, наверное, все-таки дореволюционные, старые книги. Ну, и интересовала и литература школьная, то, что в школе задавали, это как-то все-таки, знаете, откладывается в памяти. А вот любовь к самим библиотекам, я думаю, что в детстве-то вряд ли можно было ее привить, потому что я вот кроме школьной библиотеки-то их, собственно говоря, и не встречал. Но, знаете, я помню, что когда я заходил кому-то в гости, интересовали полки с книгами. И помню тех одноклассников, у которых я был в гостях. Вот, наверное, из всего того, что я запомнил, это именно шкафы с книгами. А уже, наверное, вот в студенческом возрасте, когда я поступил в семинарию, и потом уже по окончании учебных заведений, когда я стал путешествовать, меня интересовали библиотеки всех стран, где я бываю, и всех городов. Я с удовольствием могу посетить любую сельскую библиотеку, где они до сих пор сохранились. С удовольствием посещаю какие-то известные, крупные библиотеки. Для меня помещение библиотеки, знаете, все-таки это больше, наверное, чем здание. Это какое-то общение. Это какой-то привлекательный момент, который очень трудно всегда бывает описать словами. Наверное, это имел в виду Лев Косиль, когда говорил «Шелест страниц в тишине библиотечных стен». Это самый замечательный звук на земле, который я слышала. Знаете, отец Никодин, на днях я перечитала его «Кондуит» и «Швамбранью» и поняла, что одна из любимых книг моего детства в большей степени для взрослых. А как бы выглядела полка ваших любимых книг? Вы знаете, наверное, эта полка или была бы очень длинной, или была бы очень широкой. На ней бы стояли книги, начиная от церковной литературы, которая для меня не просто какие-то дорогие, любимые, а, в общем-то, смысл, наверное, моей жизни. На ней бы было место для светских писателей, начиная от документальных каких-то книг, заканчивая художественной литературой. Наверное, были бы собраны многочисленные писатели, как отечественные, так и зарубежные, начиная с книг Достоевского. И, наверное, может быть, я так думаю, заканчиваю книгами Кэрола. Вы знаете, я думаю, что там были бы и детские сказки. Все-таки какие-то остаются такие воспоминания из детства, и когда что-то на глаза в гостях, особенно где-то бываешь, попадается, какие-нибудь сказки про мумий и тролля, то хочется взять, почитать, что я, собственно говоря, и делаю, если мне удается. Книга деликатная, снял с полки, полистал, поставил, стоит, молчит, ждет, когда возьмут в теплые руки, и она раскроется. Если бы с людьми и так, говорил Жванецкий, нас много, всех не полистаешь, даже двоих, даже одного, даже себя. Отец Никодим, большинство из нас уверены, что себя-то мы уж точно знаем. Так ли это? Уверены на сто процентов. Люди вообще сейчас стали очень самоуверены, я бы сказал. Лучше бы были уверены, конечно. Вы знаете, да, нам кажется, что мы знаем себя, нам кажется, что мы знаем людей, с которыми мы общаемся, с которыми мы встречаемся. Зачастую наше познание, оно очень поверхностно. Знаете, как большинство людей берет книжку, и может ознакомиться исключительно только с оглавлением, прочитать аннотацию, поставить обратно, и быть уверенным, что эту книгу они знают. Вот так и с людьми. Во время короткого общения полистали, что-то узнали, и уже уверены, что знает этого человека. Конечно, и человек, и книга – это все-таки вещи достаточно глубокого содержания. Вот в современном мире так происходит, что люди интересуются, наверное, больше не текстом, а картинками. Кого-то интересует таблошка человека, кого-то интересуют исходящие данные, как вот в книге есть, тираж, год издание, какие-то цифры. Вот так человек интересуется и человеком. Возраст, рост, вес. Дальше дело не идет. А что насчет себя, отец Никодим? А и к себе такое же легкое поверхностное отношение. Вы же знаете, что когда книгу читаешь в юности, понимаешь одно. Проходит 10 лет, ты ее перечитываешь, и у тебя возникает чувство, что ты ее вообще не читал. А проходит еще 10 лет, и ты вообще совершенно все видишь по-другому. Вот себя тоже надо перечитывать. И чем чаще, тем лучше. Если не ежедневно, то постоянно. Вы знаете, все-таки заглядываете в глубину своей души. Я не имею в виду заниматься самоедством, самокопанием. Расставлять все по полкам, как книги, в своей душе, в своей голове. Это очень полезное занятие. Знаете, отец Никодим, известный британский актер, писатель, телерадиоведущий Стивен Фрай как-то признался, что чуть было не издал книгу в жанре полезных советов Стивен Фрай о том, как стать счастливым. Успех гарантирован. Люди, купившие эту книгу, увидели бы, что в ней сплошь чистые страницы. И только на первой крупными буквами написано «Перестаньте себя жалеть». Чистые страницы были бы предназначены для рисунков или записей интересных мыслей. Вот какая это была бы книга. Ведь на самом деле, говорит Фрай, перестать себя жалеть чертовски трудно, потому что нам всегда себя жаль. И в конце концов, вся книга бытия ровно об этом. Вы согласны с Фраем? Книга бытия именно об этом? Если не с религиозной точки зрения, то с философской уж точно об этом. Ведь вы знаете, что книга бытия рассказывает о сотворении первого человека, о его грехопадении и изгнании из рая, первом убийстве и так далее. Все это связано с каким-то самолюбием, с эгоизмом человека, с жалостью к себе, присущей человеку. Ведь отчего жалость происходит? Она происходит из-за самолюбия, когда человек жалеет себя. Это, наверное, самое страшное в человеке, когда человек, оценивая происходящее, жалеет не о последствиях, не о какой-то ситуации, а именно жалеет о себе. Вот я потерял, я лишился. Я жертва. Я жертва. Меня жалеете, вот у меня плохо. Ведь, вы знаете, и так происходит, наверное, все падение человечества во все времена. Ведь, наверное, от жалости к себе происходят и наши беды. Ведь от жалости к себе империи рушились. Просто из-за человеческого какого-то эгоизма, из-за самолюбия. Когда человек переставал видеть ситуацию, а начинал в той или иной, может быть, мере себя жалеть. Вот еще, отец Никодим, все, что Бог не делает, то к лучшему. Я так часто слышу эту фразу, что иногда мне кажется, что люди, которые так говорят, словно хотят с себя снять часть ответственности за происходящее. Есть такое? Конечно, все, что Бог не делает, все к лучшему. Но не все к лучшему, что делает человек. А к лучшему, когда он свои дела начинает оправдывать то, что Бог не делает. Я не могу сказать, наверное, на 100% отчет, что это происходит. Либо от недостатка информации, от необразованности. Но в последнее время любое действие, событие, которое происходит в жизни человека, оно именно оправдывается такими словами. Человек на это списывает свою слабость. Человек на это списывает свою лень. Очень часто. Человек этим хочет оправдать свою жестокость. Иногда просто человек не хочет думать, говоря эту фразу. Поэтому я всегда говорю, что одно дело, когда делает Бог, это хорошо. Бог создал землю и увидел, что это хорошо. Это слова из книги «Бытия». Но когда что-то совершается здесь на земле между нами, когда человек опоздал на работу, опоздал на автобус, когда человек кого-то убил, и размышлять о том, что Бог не делает все к лучшему, я думаю, что это мало того, что это грех, это еще и преступление. Как-то Вы сказали, что от избытка счастья люди в храм не приходят. Они скорее идут за советом, поддержкой, сочувствием. Насколько для Вас важно общение с прихожанами, отец Никодим? Важно, как говорится, на сто процентов. Общение с прихожанами – это, собственно, и вся моя жизнь. Вы знаете, все-таки общение с прихожанами, оно очень разное бывает. Может быть, не всегда в счастье люди приходят, но когда ты кому-то помогаешь хоть чуть-чуть, хотя бы словом, советом, не говоря уже о каком-то деле, конечно, больше счастья ты себе приобретаешь. Когда видишь плоды своих трудов, ты радуешься. Для меня очень важно общение с прихожанами, вы знаете, быть полезным. Кому-то помочь, с кем-то попереживать, за кого-то помолиться. И для меня очень важно чувствовать и ответную какую-то реакцию. Как-то Вы сказали, что зачастую в течение дня перед Вами словно проходит вся человеческая жизнь. Это милая, как сказал Тенниси Уильямс, «Ладно, скрою на пьесу», за исключением третьего акта. Я про третий акт, отец Никодим. О чем люди чаще всего сожалеют на исходе жизни? Сожалеют, что не так жили. Очень часто бывают такие случаи, ну, по крайней мере, у меня в пастырской практике, когда мне приходится читать молитву на исход души. Это секунды до смерти. Очень часто бывает, что последние минуты своей жизни человек общается со мной. Ну, Вы знаете, что верующие люди в последние секунды своей жизни, они очень счастливо себя чувствуют. Они улыбаются и говорят, что прожили счастливую жизнь, благодарят Бога за все. Вот у неверующих людей гораздо все сложнее. Бывает так, что человек всю свою жизнь строил огромные планы, которые, надо сказать, у него удавались. он общался с тысячами, с миллионами людей в своей жизни. А последним, кто с ним разговаривает, оказался простой священник. И вот то, что я слышал не раз и не два, а наверное, вот не наверное, а в ста процентах случаях от неверующих людей, что если бы они только знали что надо жить для души, они бы всю свою жизнь пережили по-другому. Вот это, наверное, и есть самая главная жалость в жизни человека, который встречал. А что значит жить для души? Что значит думать о душе? Вы знаете, это все изложено в Евангелии. Жить для души это жить по правде, это жить по совести. Но не по своей совести, как мы иногда считаем, как нам кажется. Ведь многие же говорят, что я верю в душе, у меня Бог в душе, я живу по совести. А я имею в виду вот так, как написано в Евангелии. А там главный заповедь это возлюбить ближнего, как самого себя. На этот счет режиссер Сокуров как-то сказал, какой же труд жить по заповедям. Этого не может никто. Может быть, не может, но стремиться надо. Знаете, отец Никодим, сегодня я не могу не вспомнить своего любимого писта Леонарда Коэна, того самого, который полагал, что мир был создан при помощи слов. В прошлый раз мы говорили о роли слова в нашей жизни и цитировали Коэна. На момент записи программы всемирно известный певец национальная гордость Канады был жив. Через несколько дней, 7 ноября 2016 его не стало. Незадолго до смерти он завершил песни, которые писал годами, оттачивая каждое слово, выпустил последний альбом и дал последнее интервью журналу The New Yorker. «Я готов умереть», сказал Коэн. «Надеюсь, это не слишком неудобно». Отец Никодим, неужели можно быть готовым к своей смерти?» Вы знаете, не только можно, но и нужно. Вот, к сожалению, у нас в стране совершенно утрачена культура, если так можно выразиться, смерти, культура похорон. А ведь когда-то это было частью общей культуры. Люди писали завещания. Я не имею в виду, кому достанется квартира и кому перейдут вещи. Нет. У наших предков было такое понятие, как духовное завещание. Вы знаете, что Бардыгин оставил после себя духовное завещание. Для нас сейчас это непонятная фраза, что это такое. Духовное завещание это завещание своим потомкам о том, где тебя похоронить и как тебя похоронить. Вот у Бардыгина, например, все было расписано. Где и когда отпевать, кого пригласить на отпевание, где должны проходить поминки, какой должен быть гроб, какой кафтан, кто должен петь, сколько человек. Вы знаете, все было расписано и на каждый случай были отложены деньги. И это не один случай с того времени, это не только сделал Бардыгин, это было в каждом доме, это было у каждого человека, каждый оставлял духовное завещание. Мало того, как тебя похоронить завтра, на протяжении какого времени и в какой день года тебя поминать, служить панихиду. Мы сейчас этого боимся, нас это страшит. вы наверное заметили, что современным родителям очень сложно ребенку ответить на вопрос, что с человеком, когда тут лежит в гробу. Ведь никто не говорит ребенку, что человек умер. У нас боятся этого вопроса. считается, что даже этого не нужно делать, не нужно так говорить ребенку. Да, ну, чтобы, как мы говорим, не травмировать психику. Совершенно верно. То есть какие-то вещи совершенно неприемлемые у нас не травмируют психику, а вот то, что естественно, мы почему-то ребенка стараемся от этого оградить. Мы не ребенка стараемся оградить, мы себя стараемся говорить, мы сами об этом не думаем, мы не хотим думать. Ну, у нас сейчас такая жизнь сложная, что-то с нами происходит, мы постоянно попадаем в какие-то аварии, катастрофы, да, все-таки по сравнению с 19 веком, конечно, смерти увеличилось. Из-за нашего прогресса, я имею в виду, из-за того, что сейчас человек ну, ежесекундно подвергается смертельной опасности. однако же этой культуры нет. А вот во многих странах это еще осталось. Но это не главное, как и в чем тебя хоронить. Наверное, все-таки быть готовым к смерти, это быть готовым к чему-то, наверное, самому важному в жизни. Вот для верующего человека смерть это всего лишь переход в вечность. Ну, вот, допустим, есть где-то за границей мой дальний родственник, я его очень люблю, он для меня считается авторитетом, ну, в жизни каким-то. Я следую его примеру, я его уважаю. И когда получается единственная возможность с этим встретиться, то я этому обрадуюсь. вот верующий человек всю жизнь здесь живет для Бога. Он на иконах видит кроме Бога еще и, наверное, Божью Матерь, каких-то любимых святых, которым он молится. Разве может его пугать и разочаровывать встреча с ними? Поэтому для верующего человека этот вопрос не страшен. И если отвечает на вопрос может ли быть готовым человек к смерти, я вот, наверное, еще раз повторю, не только может, но и должен. Но все равно очень мало таких людей, которые умирают так, как умер один из моих любимых актеров Стив Макуин с улыбкой на лице и с Библией в руках. Мало, но есть. К своей смерти кажется, был готов и Иосиф Бродский, по крайней мере за две недели до кончины поэт покупает себе место в скромной часовне на кладбище Нью-Йорка. Я оставляю после себя лучшую свою часть стихи, сказал Бродский, а еще, как мне кажется, полную мудрости речь на стадионе студенческого городка Эрбора. Выступая перед выпускниками Мичиганского университета, в котором много лет преподавал Бродский, поэт сказал, жизнь — это игра по правилам, но без рефери, и мы узнаем, как в нее играть, скорее наблюдая ее, нежели справляясь в какой-либо книге, включая священное писание. Поэтому неудивительно, сколь многие проигрывают, сколь немногие выигрывают, и сколь многие играют нечестно. У каждого из нас свои правила жизни. Какие они у вас, Отец Макодин? Вы знаете, все-таки мои правила, они все изложены в Евангелии. Для меня это и правило, и смысл всей моей жизни. Это жить по совести и приносить пользу тем людям, которые от меня что-то ждут, и которые во мне нуждаются. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры